Мы идем в столовку, в трапезную, которую показывали уже. Почему мы не едим у нас? Почему мы не едим у нас? У нас есть кафе при гостинице. Мы решили попробовать. Попробовать, что в столовой и какие цены. Сегодня утром дети завтракали уже. Нам обошлось два блинчика с джемом, один бутерброд, два сока и два мороженого. 650 рублей. Ну, это не дешево. Это любое завтрак. Это кафе, да, это кафе. Что можно хотеть от кафе. Дети просто не захотели идти, хотя здесь просто столовая за углом. Но им захотелось просто вот сожрать по блинчику, по бутерброду и пойти. Им было лень идти. А мы решили попробовать. Да, мы идем в столовку. Она якобы с восьми работает, но что-то тут... А, да, открыто. Еще один борщик. Или еще? Еще. Заходим. Лешка, вы снимаете? Да. Это для себя. Сейчас мы решили, что мы нет. Что-что? Съемка за кафе. Смесь, пожалуйста. Мы взяли два салата. Борщ. Второй. И вот это вот. Это сырник. И сок. Взяли два сока. Нам обошлось это в 600 рублей, грубо говоря. Мы попробуем еще, как оно вкусно или нет. Так, ну что, мы покушали. В общем, мы заказывали, я показывала два салата. Потом... Ну, вернее, брали гарнир. Картошка и голубец. И этот самый... Борщ. И два сока. В общем, это все обошлось нам в 600 рублей. И получается... Ну, мне, допустим, борщ не очень понравился. Мяса вообще никакого не было. И слишком жирный он какой-то был. В общем, жесть какая-то. И салат. Ну, обычный салат. Салат ничего такого. А у тебя второе вкусное было? Из свежего, похоже, было только салат. Картофельное пюре разбодяжено водичкой. Да, очень жидкое. Голубец из курицы. Еле когда не будет голубец из курицы. Да, риса вообще никогда... Ну, никогда. Риса вообще не видно было. Это жесть. Мы все привыкли, что голубец вообще-то состоит из свинины или говядины. Но никак не из курицы. Вообще никакой ни соли, ни перца. Очень диетический. Ох, кто сидит на диете, советую. Очень диетический голубец. Диетический голубец. Сок взяли. Сладкий до такой степени, что... Ну, да, сестра не выпила. Я выпила как бы нормально. Я так думаю, кто любит очень сладкое, тому это подходит. А кто нет, у попи слипнется. Ну, и всего свежего, похоже, был только салат. Да, сырник тоже был вкусный. Но вчерашний был вчерашний. Мне понравился, да. Но вчерашний, он прям такой жесткий какой-то... Жесть, короче. Нам не очень понравилось. Здесь очень много столовой, ну, спускаться к набережной. И тут очень много столовых таких. И мы решили в каждой испробовать, попробовать. Может, где-то нам да и понравится. Вон у нас стоит коляска. Ой, вот. Где? Вот. И там лежит ребенок. Мама его оставила с коляской и ушла в трапезную кушать. Понимаете? Это нормально оставить ребенка. Мало того, что одного на улице, мало ли кто его украдет. Блин, дебилов хватает. А еще, если бы заметили, то там солнце очень. Да, и на солнце оставила. Это ужас. Почему ребенка нельзя взять с собой? Коляску, мне кажется, можно спокойно туда... Туда вот эти вот велосипеды, которые с доставкой, они стояли внутри. Почему коляску нельзя вовнутрь завести, я не понимаю. Но лучше, видимо, оставить, как бы, может быть, кому-то пригодится ребенок, да? Жесть. Причем, как оказывается, ребенок не маленький. Я думала, грудничок, но это не грудничок. Года два ребенку где-то с виду. И еще сестра говорит, он не спит. Я думала, спит. Ну, как бы, не захотела будить, может, на руки брать там или еще чего-то. Но он не спит. Я вообще не понимаю, что кто насрал этой маме в голову. Нашли вот такое вот чудо. А также кожаные заболевания. Посмотрите, что я здесь нашла. Калитка с кодом. Это капец. А еще мы нашли приветливую улицу. Очень приветливая. Тихо, тихо. Мы тут гуляли и проходили мимо. И увидели пансионат, специально отведенный для ЦСКА. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ